Дизайнеры одежды имеют самое непосредственное отношение к будущему. Именно они заранее знают, что и как мы будем носить уже в следующем сезоне. Новая весеннелетняя коллекция Игоря Чапурина, которую дизайнер представляет сегодня, получила необычное название «Либерти». Что скрывается за этим именем и каким видит дизайнер будущий сезон, мы узнаем через пару мгновений. В сегодняшней коллекции соединяются целых две культуры, две эпохи. Это эстетика светгующего Лондона 70-х годов с культурой Японии, с культурой Востока. Это потрясающая фарфоровая прозрачная кожа, наполненная невероятным сиянием. Благородные высокие скулы, очень мягко скульптурированные. И главный акцент этого образа – очень красивый сливовый оттенок помады «Жу-Ле Ружь», который вдохновлен оттенком японской орхидеи. И он же встретится в принтах коллекции «Либерти». Прически создавались у нас вручную, вот этой иголкой, этой ниткой. Мы вышивали все. Это ручная работа. В данный момент вы видите еще полуфабрикат. Конечный итог вы увидите на подиуме. Девушки будут очень легкие, растрепанные, городской стиль. Никаких искусственных или каких-то там специальных форм нет. Все очень натурально. Все, что и нужно для молодой современной девушки. Такое провокационное обилие туши на верхних и на нижних ресницах. Мы специально их немножко слепляли для того, чтобы воссоздать тот эффект, когда женщины пользовались компактной тушью. Мой образ на сегодня – это прекрасное летнее воздушное платье кораллового цвета с золотыми пайетками. Мой сегодня образ можно назвать «black is a new black». Все черное. Но черное, как вы знаете, это самый выигрышный во всех ситуациях вариант. Вот, поэтому на мне сегодня черные шорты и черная блуза. Эффектная, экстравагантная, вот с такими валанами и широкими рукавами. И, опять же, черная юбка с высокой талией в стиле baby doll. Первый у меня выход – это нереальной красоты зеленое платье. Оно такое очень секси, при этом очень элегантное. Вот с таким вот, с такой чешуей, можно так сказать. Это металл. Все коллекции Игоря Чапурина, в первую очередь, очень женственные и очень стильные. Поэтому я считаю это основным достоинством и отличительной чертой этого дизайнера. Прекрасная маечка с пайетками и шикарный пиджак. Этот образ очень яркий и достаточно сдержанный. Его бренд для меня – это немножко больше, чем фэшн-бренд. Я очень много фотографирую показов в Москве. И Игорь, пожалуй, единственный, где я могу считать себя немного. Мне кажется, надеюсь, Игорь не обидится, что я это сказал, членом семьи. Потому что я много лет делаю показы Игоря, и он больше, чем дизайнер для меня. Я к нему отношусь с гиперуважением, с гиперпиететом. И мне кажется, если бы все русские дизайнеры были как Игорь, Россия была бы лучшей модной индустрией во всем мире. Тот факт, что я очень много ношу от Игоря Чепурина, говорит сам за себя, мне очень нравится конструктивизм, легкость и вечная актуальность его коллекции. Игорь мне нравится то, что она вроде как красивая, модная, современная и все, но при этом она идеально подчеркивает фигуру. То есть все недостатки, если они есть, конечно, она скрывает. А достоинство только подчеркивает. Я очень нежно отношусь к Игорю Чепурину. Я очень его люблю. Всегда заказываю у него свои вечерние наряды. Он всегда шьет срок. И мы всегда любим с ним фантазировать на какие-нибудь интересные темы. Мне кажется, я для него такая благодатная клиентка, потому что мы любим придумать что-нибудь такое, чего ни у кого не было. Игорь молодец. Здорово, что ему удается на протяжении уже многих лет оставаться человеком, который находится в топе и продолжать удивлять модников и модниц России и не только. Мне очень нравится то, что делает Игорь. Мне нравится, что у него всегда есть свой почерк, это графика, какие-то специфические силуэты, комбинезоны. Он обожает их, так что, надеюсь, сегодня комбинезоны будут тоже. Но я надеюсь получить эстетическое удовольствие. Прекрасные модели, отличная будет музыка и правильная мода. На самом деле очень правильно выбрано место, потому что вот такой минимализм и фактура металл, камень, бетон, они очень хорошо оттеняют саму коллекцию. Это гениальное решение художника. Это коллекция очередное лето, очередная весна лета, но уже 16-го года. Это история, которая рассказывает об одном англичане, который жил в конце 19-го, в начале 20-го века и в Лондон привез японские халаты и влюбил лондонцев в эту прекрасную культуру. Мы этого парня перекинули в 70-е годы 20-го века. И он точно так же продолжает влюблять лондонцев в Японию и во всю эту красивую историю. Япония у нас идет через цветы, а британцы через клетку. Все это мы красиво интегрировали в этом прекрасном кристалле. Мы все-таки делаем всегда для девушки, которая живет в мегаполисе. Так что это показ для нее и, как всегда, в этом настроении. Японские ткани – это металлизированные органзы. Это органза, которая имеет потрясающие воздушные характеристики с принтами орхидей. А британцы нам сделали жоржетто, шифон и все что угодно, всех оттенков черного и прекрасную клетку. Для меня самое любопытное было, как я справлюсь с нежностью. Я все-таки такой конструктивист, я жесткий дизайнер. И то, что я начал работать с органзой, где принты сиреневые и нежно-фиолетовые орхидеи, мне было интересно, что я сотворю с этим. Мне казалось, что я буду делать какие-то объемные вещи, либо еще какие-то. Я создал платье цветы. Я создал платье орхидеи из принтовой орхидеи. И получил огромное удовольствие. Меня это удивило. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА